Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайв. А у них очередная распаковка посылки ко дню рождения сафарика. Слушайте, мне вот так интересно, они, знаете, самые настоящие по мне многостаночники. Ну, действительно, так оно и есть. Прям все успевают и двумя каналами заниматься, везде пилить ролики, и подготовить такое количество еды, приготовить, вернее, как народу солдат, а также сходить в столовую, помянуть мать, ну и к себе в дом пригласить полным-полно гостей. Да, все это, как говорится, дело с ними помянуть. Ну, а затем еще успевают в этот же день, как они сказали, по их же словам, свеженькими и бодренькими выйти, так скажем, и с новым роликом вскрывают посылочку. То есть, в общем, друзья мои, успевают они абсолютно все. Вот не знаю, если честно, я им не верю. Складывается впечатление, что единственное из того, о чем они говорят правда, это та ситуация, которая касается непосредственно посылки. А вот разговоры всевозможные про гостей, про столовую, про вот эти поминки, да, это все, так скажем, вымесел, вымесел. Но не зря же, не зря же Уралочка теперь пишет сказки, читает их на ночь. Видимо, так скажем, это одна из этих сказочек. Причем, друзья мои, несмотря на то, что, на то, что, да, у них только-только вот прошли вот эти поминки, Уралочка продолжает гоготать вместе с Сафариком. Улыбается так, словно это не поминки, она была не на поминках, а была на какой-то, знаете, веселой, при веселой свадьбе улыбочка просто не сходится ее лица. Был очень интересный момент в этом ролике, который мне безумно понравился, который касался возраста Сафарика. Да, что я хочу сказать, чем больше они начинают рассказывать о себе, тем больше у людей к ним появляется вопросов, потому что один говорит другое, другой говорит третье, и в итоге получается непонятно, что я имею в виду, что Сафар с Уралочкой сами себе противоречат и тем самым дают почву для разговоров людских. Ну и опять, друзья мои, включила, я включила, значит, Уралочку, а Уралочка в начале ролика просто включила себя в самую настоящую скромницу и говорит, ой, ну мне так неудобно, мне так неудобно принимать посылочки, но, говорит, какая-то женщина мне объяснила, мол, бери, Олюшка, бери посылочки, это тебе люди выказывают свою, так скажем, любовь и благодарность и заботу, да. Ну и, мол, те, кто тебе отправил в 10 раз больше, потом получат. Я согласна, я с этим действительно согласна, только вот Уралочка забыла добавить, что надо уметь не только брать, но еще и отдавать взамен, дабы не выглядеть потребителями. Ну и начала Уралочка вытаскивать, так скажем, дары, подарки, которые прислали, пришли вместе с посылкой, довольные. И ей, и Сафарику ни про кого не забыли. Уралочка вообще молодец, натянула, увидела резинку, которая ей пришла на голову. Значит, она говорит, ой, это на голову, а Сафарик говорит, да, а я думал, это пояс. Мне вот интересно, куда пояс вот этот можно было натянуть Уралочке, ну если только на шею, действительно, как ошейник. Но никоим образом, больше никуда он бы просто так не растянулся до таких размеров. И Уралочка натягивает себе вот эту резинку на голову и говорит, да, да. А он говорит, ой, у тебя такая маленькая голова стала. Она ему говорит, да у меня вообще все маленькое. Это, говорит, просто я сама большая. Ребят, простите, это как понимать? Что значит у меня все маленькое, да, просто я сама большая. Вот мне интересно, когда Уралочка рассказывает какие-то свои перлы, она вообще думает, о чем она говорит, или просто первое, что брякнуло, что в голову пришло, то она и сказала. Далее достала гирлянды и говорит, ой, это все к Новому году. Это, говорит, все к Новому году на нашу новую квартиру. То есть, получается, все-таки будет новая квартира, да. То есть, опять морочили мозг, сначала сказали про новую квартиру, потом сказали о том, что нет, 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 может быть и не будет, да, посмотрим, что и как, делаем ремонт. Теперь опять говорят про новую квартиру. Видимо, Сафарик сидит твердо на ногах, знает прекрасно, что ему тоже что-то должно обломиться в новой квартире. Но, как-никак, какие-нибудь, возможно, даже метры. А что, просто так он, так скажем, ублажает Уралочку, которая старше его намного. Прям, вы знаете, увидела она вот эту новогоднюю тематику и начала, ой, какие шарики, ой, какие полотенчики, ой, какие Деда Мороза. Такое ощущение, что никогда ничего этого не видела. Я понимаю, конечно, что нужно изобразить благодарность, но зачем же так переигрывать, да, сказал, ой, спасибо, так приятно, так красиво, да, здорово, классная вещь. Но вот это прямо, ой, какие шарики. Знаете, вот этими шариками завалены все фикс-прайсы, все остальные магазины, да, то есть вся эта лабуда, все там это есть. Понятное дело, что приятно получать посылки и любое внимание от другого человека. Но, опять же, вы знаете, здесь не было никакой искренности, просто переигрывали. Далее. На камеру несколько раз сказали, что обязательно, обязательно вышлют и Тане вот этой тоже посылку. Сафарка Уралочки строго-настрого наказал, сказал, смотри, не потеряй обратный адрес. Далее. Далее Уралочка сказала, говорит, да, да, у меня счастье полные штаны. В общем, я так понимаю, что больше всего она обрадовалась орехом, больше, чем всему, что было в посылке. Затем Сафар тоже, знаете, как здрасте, как вот, как говорится, здрасте, ку-ку. Увидев, какое количество Уралочки прислали семян помидор, он говорит, так а зачем ты покупала семена помидор? Она на него смотрит, как баран на новые ворота, говорит, так я же, говорит, не знала, что вышлют в посылке. Ну, так действительно, откуда она могла знать? Она же не ясновидящая. Откуда она знала, что ей вышлют вот эти семена помидора? Она купила заранее. Какие проблемы? Они там, в принципе, копеечные, да? Ну, а далее, друзья мои, рассказывала Уралочка о том, что и накануне тоже была посылка, и мама Сафарика про нее, про такую прекрасную невестку не забыла, выслала ей в подарок, по-моему, ткань, платок, а также еще какие-то там божественную какую-то приправу. Раз 20 Уралочка повторила, что эта приправа божественно пахнет, хочется нюхать, нюхать и нюхать. В общем, да. Ну, то есть, хотела показать, видимо, что смотрите, как ко мне относится мама Сафарика. Ну, а с другой стороны, отчего маме Сафара к ней плохо относиться? Она прекрасно видит, что ее сынок пристроился просто замечательно на всем готовом. Он нигде бы так не жил, если бы уехал, да, с родины, поехал бы в Россию на заработки или куда бы то ни было. Он пристроился действительно замечательно, у нее, по большому счету, все, что ему нужно есть. Он живет, вуз не дует, ни за что толком не платит, даже к каналу к ее, получается, присосался, да, вроде как открывали вместе, но как ни крути, все равно основная лепта там, в любом случае, Уралочки. Поэтому, конечно, конечно, мама Сафарика будет молиться на такую невестку. Ну, и, конечно, они в надежде на то, что все-таки он что-то с нее поимеет. Что, допустим, машину, которую Уралочка купит, она запишет, допустим, на того же Сафарика, да, ну, или пропишет его в квартире или там, в общем, еще что-нибудь. То есть, надеются они, конечно, на то, что он тоже, если уйдет от Уралочки, то не гол как сокол. Ну, а вообще, в принципе, знаете, если честно, нет слов у меня. Вот все равно, возвращаясь ко всем вот этим вот ситуациям, она раз 20 повторила про эти приправы, да, то есть про мать родную она, по большому счету, даже ничего толком не сказала. Ну, хотя, ребят, вы знаете, вот я все равно сужу, так скажем, со своей колокольней, да, для всех тех, у кого прекрасное отношение с мамочками, да, кто любит своих матерей. Для нас, конечно, это непонятная ситуация, как дочь не могла знать, когда умерла ее мать, и как дочь, находясь совсем рядом с матерью, да, и как дочь не проронила ни слезинки за все вот эти вот 40 дней и гогочит, как лошадь приживальского просто каждый раз, причем и на поминках и так далее. Но для такой, как Уралочка, это абсолютно в порядке вещей. Я так понимаю, что у них просто не было хороших и теплых взаимоотношений с самого начала с матерью. А может быть, когда-то и были, а потом, так скажем, вот такие вот, да, а может быть, у Уралочки не было таких отношений к маме, а у матери были. То есть, ну, это же о чем-то говорит, что она ни слезинки не проронила относительно родной матери. Просто гы-гы-гы, га-га-га и так далее. Далее начала вовсю рекламировать канал, который ей в комментариях пел Дефирамбо. Они тоже ей прислали семена. Не знаю, Уралочка говорит, мы помогаем людям, типа, бесплатно делаем им рекламу на Ютубе. Ребят, я не знаю, делает ли Уралочка эту рекламу безвозмездно, бесплатно, или все же она делает ее за деньги. Могу поверить, что сейчас они делают рекламу бесплатно, чтобы им стали, так скажем, им стали петь Дефирамбы и считать их опять добрым каналом. Ну, а затем она стала озвучивать, что завтра будет купят обязательно тортик по случаю дня рождения Сафарика. Ну, и мне так было интересно, когда Сафари, как заезженная пластинка, стал повторять, что ему 44 года. Заметьте, он 78 года, а не 88. Во-первых, хотелось сказать, что нам, в принципе, нет до этого никакого дела, да. Но, а еще, почему тогда во всех соцсетях у него стоит дата рождения 88 год, то есть ему должно исполниться 34 года. Ну, и мне понравилось, как Уралка погрозила пальцем прямо в экран, ребят, да, и сказала 44, а не 34. Это выглядело так же, словно она своему вот этому маленькому мальчику Сафарику давала ЦУ на указание, да, что не забудь, не забудь, мамка сказала, не забудь, сколько тебе лет. Тебе 44. Понял, запомнил? Он типа да, да, запомнил. В общем, ребят, да, путаются товарищи в показаниях. То одно говорят, то другое, то третье. Это касается и сколько кому лет. Это касается того, сколько лет они живут вместе. Один говорит одно, другой говорит другое. Поэтому, как я уже и сказала, чем больше они говорят, тем больше к ним возникает вопросов, потому что многие люди им не верят от слова совсем. В общем, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Все, оставляйте свои комментарии. Всем пока.